Рассмотрим захват и сохранение пакета GUS программы Wireshark. Это бесплатная программа и здесь указан адрес для ее загрузки. Допустим, у нас имеется какой-то объект, например, терминал RZA, который выдает пакеты GUS в сеть Ethernet. Мы можем с помощью программы Wireshark подсоединиться к этой же самой сети и записывать все пакеты, циркулирующие в сети Ethernet. После остановки записи мы можем один конкретный пакет GUS записать из программы Wireshark в файл с расширением пикап и далее его использовать в своих целях. Давайте запустим далее программу Wireshark. Вот это наша программа. Выбираем сеть Ethernet, в которой мы видим активность, хождение, циркуляцию пакетов. Чтобы иметь эти пакеты GUS запустим программу Colasoft Packet Player. Вот она. Здесь выбран одиночный пакет пикап. Тот же самый Ethernet-овский интерфейс. Выбираем непрерывную подачу пакетов через, допустим, 100 миллисекунд через 0,1 секунду. Их будет много. Запускаем Play. Переходим в программу Wireshark и запускаем захват пакетов. Вот мы видим, что они появились. Останавливаем запись и смотрим содержимое. У нас идут непрерывно пакеты через 0,1 секунду пакеты GUS и некоторые левые пакеты. Выбираем один пакет GUS и можем смотреть его содержимое. Вот наши данные, которые мы посылаем в сеть. Здесь 4 дискретных значения, все они равны единичке. Далее мы можем выбрать пакет GUS. Вот он, протокол GUS. Перейти в вкладку файл и экспортировать указанные пакеты. Выбираем расширение пикап. Давайте выберем название с индексом 5 и нажимаем сохранить. Теперь он у нас сохранен в пикап файле 1 одиночный пакет GUS. Закрываем данную программу. Останавливаем выдачу GUS пакетов. И давайте мы на нее посмотрим с помощью программы сохраненный пакет GUS. файлы с расширением пикап программы колософт пакет билдер. Вот она у нас. Импорт. Вот с индексом 5 только что созданный пикап файл. Вот наш файл GUS. Нашими данными все они дискретные, со значением единичка. До встречи в! Сравствуйте! Продолжение следует... Продолжение следует...